В данном видео представлены приемы проектирования кабельных лотков на платформе Revit 2015 в соответствии с каталогом KLM Group. В каталоге имеются перфорированные и не перфорированные лотки, углы, отводы и переходы к прокатным лоткам, проволочные и лестничные лотки, лестничные углы и переходы, крышки и перегородки. На основе каталога был разработан шаблон, в котором присутствуют элементы системы кабельных лотков KLM Group. Выполним построение канальных кабельных лотков. В системе используются фитинги, созданные на основе каталога KLM Group. Примоделирование углы, отводы и иные фитинги формируются автоматически. В процессе создания трассы кабельного лотка над фитингом отображается сфера красного цвета, выполняя функцию предупреждения. Она сообщает о том, что данного элемента нет в каталоге по причине несоответствия его параметров к каталожным значениям. Для устранения предупреждения назначим фитингом толщину из каталога. Даже если в этом случае элемент поворота отсутствует в каталоге, фитинг будет построен, предупреждение останется, и в спецификации будет отображаться информация, что данный элемент отсутствует в каталоге. Для системы разработано специальное приложение, которое позволяет формировать спецификации кабельных лотков со всеми крепежами и соединителями каталога KLM Group. Стиль лотков описан в меню, которое вызывается нажатием кнопки «Обзор лотков» и служит ключевой спецификацией, на основе которой формируются общие параметры, отвечающие за атрибутивные характеристики. Выделив лотки, назначим стиль для кабельных лотков в свойствах Revit. В приложении присутствует навигация для обзора соединений. В левой колонке указан ключевой параметр. Используя ключ соединения, назначим в свойствах лотков тип соединителей. Можно добавить крышку лотка. В случае ее отсутствия необходимо установить значение «Нет крышки». При необходимости можно установить перегородку лотка. В случае ее отсутствия также устанавливается значение «Нет перегородки». После назначения необходимых параметров выполним синхронизацию атрибутивной информации. В свойствах лотка появится атрибутивная информация для формирования спецификаций. Аналогичным образом выполним построение лестничных лотков. Продолжение следует... Продолжение следует... Зададим стиль лотка, стиль соединителей и назначим крышку. Выполним синхронизацию для формирования значений в свойствах лотка. Построенные кабельные лотки можно вынести на лист и промаркировать. Используя подготовленные спецификации в шаблоне, выполнить компоновку сводной спецификации. Как вы видите, в спецификации присутствуют кабельные лотки, крышки лотков, перегородки, фитинги, крышки фитингов. То есть вся необходимая информация в соответствии с каталогом продукции KLM Group. Также представлена отдельная спецификация на соединители лотков. В данной спецификации количество элементов формируется в зависимости от количества и длины участков лотков. Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или связаться с нами по телефону. Продолжение следует...